Приветствую вас! И знаете, когда у человека есть фотографии, фотографии, то эти фотографии для него, для конкретного человека, означают какие-то эпизоды в жизни, и эти эпизоды, они имеют значение. И даже если сейчас значение этих эпизодов осталось в прошлом, да, сейчас вот вы пишете, что с мужем не общаетесь и так далее, то фото свидетельствует о том времени, когда вы были счастливы, о том времени, когда вы, может быть, счастливы и сейчас уже только, но тогда вы были счастливы по-своему, по-другому. И фото свидетельствует этому. Свидетельствует тому, что вы проживали вот какой-то определенный, ну, момент своей жизни, так сказать. В результате этого фото удалить не может, потому что они счастливы в вашей жизни. И это хорошо, что вы мужчину отпустили. Это хорошо, что вы с ним не общаетесь. Это хорошо, что вы, судя по письму, желаете ему, в общем, всего самого лучшего. Это все здорово. Вы молодец. Это показывает ваших зрелых. Фото нужно лично вам для того, чтобы, как бы, сохранять запечатления вашего прошлого, ваших прошлых счастливых моментов, чтобы смотреть на них и знать, вот я могла быть счастлива, я испытывала радость в этот момент, или там восторг, или что-то еще. И удалив их, вы как бы вычеркнете из своей жизни эти моменты, а это для вас недопустимо. И, вы знаете, все зависит в данном случае от человека. То есть, вот, кто-то держит в голове все эмоции, все чувства, все памятники. Кто-то собирает фотографии, кому-то они не нужны, кто-то считает их после трассы времени, да, а кто-то каждую фотографию хранит, собирает, коллекционирует, там, это, там, это и вторая его жизнь. Так, человек самому себе показывает, что он что-то имел, у него что-то было, он чего-то достиг, он что-то переживал. И, он понимает, что у него в жизни были какие-то, вот, моменты, хорошие моменты. А если все это убрать, то из памяти, рано или поздно, это должно исчезнуть, по мнению человека. И, это вам боится, боится забыть, боится ощутить пустоту внутрь. Это является неприемлемым. Данная точка зрения является одной из возможных на вашей ситуации, потому что, есть еще другой взгляд, и он связан с тем, что вы, вы этого не написали в своем письме, но можно предположить, что сейчас у вас жизнь менее активная, чем раньше, и судя по тому, что вы написали мужчину, вы их себе еще не нашли, или нашли, но не такие у вас. Яркие отношения с ним, как были до этого, с вашим мужем. И, вследствие чего, вы чувствуете разницу. Вы чувствуете разницу между тем, что было, и тем, что есть. И вот то, что есть сейчас, вас не устраивает. И вы обращаетесь за эмоциями в прошлое. Они, фотографии, помогают вам. Ну, почувствовать себя отчерпи живущей. Вспомнить, как вы жили, и тем самым восполнить недостаток эмоций в настоящем времени. Соответственно, если подумать, чего вам не хватает, и вести целенаправленную активную деятельность в этом направлении, то, начав получать положительные эмоции в настоящем времени, фотографии для вас отойдут на задний план. Потому что фотографии, все-таки, фотографии, пока сила тех эмоций, которые они у вас вызывают, превышает те эмоции, которые у вас есть сейчас. Но если те эмоции, которые есть у вас сейчас, начнут превышать по силе эмоции, которые дают фотографии, то фотографии, наверное, вам не нужны. То есть, как они нужны? Они будут у вас храниться. Это светлая память, это воспоминания, это яркие моменты, это история вашей жизни. Это никуда не денется. Но вы будете придавать меньшее значение. Исчернет субъективная ценность для вас этого. Потому что пока они свидетельствуют о том, что вы тогда были более удачливы, чем сейчас. И потому они для вас ценны. Как бы напоминание того, на что вы способны, что вы можете. Исчернет это, появится что-то другое, более ценное для вас. И субъективная ценность с фотографии снизится. И вы, конечно, их не уничтожите. Вы их не удалите. Но просто перестанете так сильно их ценить, как раньше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.